Дмитрий Михайлович Дмитрий Михайлович Карлышев, чьи черты характера вызывали восхищение, изумляла его необыкновенная работоспособность, умение внушать веру в победу другим. Легендой, примером доблести и героизма стал бессмертный подвиг советского генерала. Дмитрий Михайлович Дмитрий Михайлович Дмитрий Михайлович Расцвела черёбуха, ночь благоухарная, ночь полна тревогой, а тревога странная. Ушло куда-то в прошлое, перед зловещим словом. Это кровавые мозоли на руках таких же девчонок и мальчишек, как вы. Мирно страна проснулась в этот июньский день, только что развернулась в скверах её серии. Слепящий дым и пыль густая, изгноют на виши тяжелой. Над нами плыленная стая, бойцам измученным назло. Земля казалась до предела, была в огне раскалена и вся гудела. Да будет проклята война! Но я с этой школой связан непосредственно дружескими узами. Мы всегда остаёмся верны боевой дружбе. У нас всё время говорили и говорят, когда мы были ещё солдаты, мы призвались в 17 лет, в 44-м году, смотрите так. Оставшуюся горбушку хлеба и ту попала. Так вот мы сейчас вот седые, белые, вот они все. Мы её делим и сейчас. Честь вам, молодёжь! Берегите свою честь! Берегите порядок! В нашем зале присутствуют два подростка военного времени. Они учились в одном классе. Они учились в той школе, которая сейчас носит с имя 32. А раньше, когда началась война, там был госпиталь. Вот они ходили туда с концертами. Они писали письма за тех, кто не мог. А потом, когда наступила оккупация, они пережили эту оккупацию. И мало того, они спасли несколько человек, потому что они приносили одежду, приносили еду тем, кто остался раненым в этом госпитале. Это человек, который создал наш школьный музей, Облогин Владимир Петрович. И Юлиан Петрович, который стал потом подполковником, и сейчас он возглавляет Краевой комитет ветеранов. Пожалуйста, на путь от подростков военного времени к подросткам современным. Дорогие юные друзья, дорогие преподаватели! Я очень рад, когда вы приглашаете в свою школу. Ваша школа, я докладывал в Москву, Всероссийскому комитету ветеранов войны, вы с нарастающим успехом идете. Вы воспитываете молодежь в духе патриотизма. Так держите, не упускайте свое место. Это еще организатор Гарбышевского движения в нашей школе. Именно Антонина Васильевна была инициатором установки памятника Гарбышеву во дворе нашей школы. Пожалуйста, Антонина Васильевна, скажите, как откликнулись ребята того времени на вот инициативу такую замечательную? В том, что вот этот памятник, который стоит во дворе, был открыт в 1970 году, на деньги, построенные, заработанные, вернее, учениками. Семья, 25 мая этого года, им исполняется 85 лет. Вы знаете, что меня восхищает? Когда они начинают рассказывать, чем они увлекаются, дай Бог, каждому молодому человеку успевать столько делай. Вот, пожалуйста, расскажите о своих увлечениях. Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий берег над Крутой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег над Крутой. Советская армия. Это моя гордость. Великая гордость. И мне 16. Я ребенок, она солдат. Надо мною мирное небо, А над нею пули свистят. Грохот взрывов, стоны раненых, Милая девочка, помоги. Слезы душа, сил не хватает, Хочется плавать, а надо идти. Эти стихи освящаются ветерану Прикой Отечественной войны, Санитарки 320-го медсанбата, 223-й стрелковой дивизии, Ивашенко, Людмила Васильевна. Всем медсестрам, всем санитаркам медсанбата. Санитарки 320-го медсанбата, 223-й стрелковой дивизии, Ивашенко, Людмила Васильевна. Санитарки 320-го медсанбата, 223-й стрелковой дивизии, Ивашенко, Людмила Васильевна. Большое спасибо руководству этой школы, что не забывают нас ветераны. Большое и большое спасибо. Это песня, которую мы все знаем. Я люблю тебя, жизнь. И я сейчас хочу, чтобы мы все в память о Даниле Ивановиче и всех тех, кто сегодня не пришел к нам, спели эту песню. Победы праздник несут венком живую вязь, Тебе и букетов красок разных, Чтоб не терялась в прошлом связь. И плиты скорбные согреты, Цветом дыханием болевых. Прими, боец, как ждать все это, Ведь это нужно нам, живым.